Через 7 дней у школьников по всей стране стартуют зимние каникулы. В этот период проблема травматизма становится особенно актуальной. У детей появляется масса свободного времени, большую часть которого они проводят на улице. Вот почему так важен контроль и своевременное напутствие. В городе началась неделя детской безопасности. Несовершеннолетние оказываются под колесами автомобилей чаще, чем мы можем себе представить. В 2021-м только в Бобруйске зарегистрировано 11 аварий с участием детей. И лишь в одной виноват ребенок. ГАИ в очередной раз напоминает ребятам правила дорожного движения. Инспекторы отправляются в 18-ю школу. Тема урока – не прописи и уравнения, а безопасные каникулы. Сотрудники госавтоинспекции рассказывают про фликеры и небезопасные игры у проезжей части. Малыши справляются на 10 баллов. Знак пешеходный переход. Юные участники движения не осознают всей степени опасности. Поэтому задача взрослых – объяснить. Ведь совсем несложно рассказать ребенку, как правильно вести себя на улице и возле дороги. Куда идти играть, а где категорически этого делать не стоит. Какие правила дорожного движения ты знаешь? То, что нельзя, когда автобус или троллейбус уже поехал, нельзя туда уже забегать. А как дорогу переходить нужно? На зеленый свет светофора. А если на улице темно, то что у тебя должно быть? Фликеры. У тебя много фликеров? Какие у тебя фликеры есть? На ботинках, на кутках и на языке. Нельзя переходить на красный свет и что нельзя играть с мячом возле дороги и нельзя бегать, когда заканчивается светофор. Осенью в Бобруйске под колесами авто оказался 10-летний мальчик. Местный житель сбил ребенка, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Еще один инцидент произошел в начале зимы в Могилеве. 9-летний школьник не дождался полной остановки машины и вышел. В результате транспорт наехал ему на ногу. А в Минске форт пролетел на красный и протаранил коляску, в которой находилась трехлетняя девочка. Родителям не стоит забывать, дети такие же участники дорожного движения, как и взрослые. Госавтоинспекция города Бобруйска рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра. Каждый раз, когда вы передвигаетесь своим ребенком по городу, напоминать им правила дорожного движения, а также контролировать их досуг. При переходе проезжей части дороги необходимо напоминать о том, что необходимо остановиться и убедиться в том, что машины тебя действительно пропускают. Внимательность и осторожность. Это относится ко всем участникам дорожного движения. Водители обязаны быть на чеку каждую секунду, ведь на кону не только их жизнь и здоровье. За прошедшие выходные в Беларуси произошло 28 аварий. Три человека погибли, 29 пострадали, среди них двое детей. Чтобы ваши малыши не пополнили печальную статистику, подавайте правильный пример.